В этом видео я устрою себе челлендж в фосмофобии. Я должен буду определить призрака всего за две охоты. Когда-то у меня была рубрика «Определить призрака за одну охоту». Но есть много призраков, которых сложно определить за одну охоту. Он вообще невозможен. Допустим, Мимик или Гарё. Вот, там, Банш и Мираж Фантом тоже, скорее всего. Потому что за две охоты их ещё можно определить, если повезёт. То есть, там, Гарё, скажем, можно вычеркнуть, потому что он сменил комнату и всё такое. Вот, Мимик будет себя вести, к примеру, по-другому. И таким образом, за две охоты, ну, вообще, по возможности, можно определить всех призраков. Вот, наверное, кроме Юрея какого-нибудь. Или Андрё. Итак, у меня ничего не будет. То есть, единственное, что это вот, ну, как бы, рассудок, рассудка тоже не будет. То есть, это не просто, как там, без улики, без всего такого. То есть, у меня прям даже рассудок. Я обсажу себе до нуля, как только зайду проклятым предметом. Просто для начала, чтобы свет успеть везде, во всех комнатах включить. И всё, что мне надо сделать. Итак, я могу использовать три предмета, с которыми я зайду в дом. Я всегда обычно с собой брал благовоние. Но сейчас, сейчас, я так подумал. И, может быть, может быть, мне взять соль направленной, чтобы там вычеркнуть, допустим, может быть, миража, банши и всё такое. И, к примеру, наверное, наверное, ну, не знаю, просто фонарик банально, да, может быть? Вот, как бы, просто фонарик. Да, просто фонарик. Могу свечу. Нет, свечу я не... Нет, подожди. Могу, по сути, зажигалку взять и со свечой. Ну, нет. Нормально. Много призраков есть, которые, в принципе, за одну охоту можно вычеркнуть. Вот. Если мне такое попадётся, то есть просто по скорости и всё такое, это будет, конечно, очень круто. Ну, да, не знаю. Так, я включаю здесь свет сразу, значит. Подожди, я для начала возьму ключи от машины. Возьму ключи от машины. Так, всё, пошёл процесс. Я включаю, значит, здесь, здесь и в гараже. И я, пожалуй, поставлю... Вот здесь соль положу. Вот здесь соль положу на выходе. И вот здесь положу. Так, всё. Пошёл процесс. Косточка. Найс. И всё. Я издаю зеркало полностью. Да, видос. Так, пошёл процесс. Значит, ага. Призрак у нас где-то... Где-то, где-то... А, я понял. Где-то, окей. Это мастер бедрен. Так. Всё. Ломаю зеркало полностью. Он начал охоту раньше. Ладно. Насрать всё равно. Ломаю. Так, чё? На джинна тест сразу. Это не джинн. На якая. Моргает не как фантом. И не как они. Кидается не как полтор. Так, ладно. Обычная скорость. Надо на мюлинга тест сделать. А, на мюлинга не успел. Хорошо. Блядь. Получается... А, у меня же две охоты. Так, хорошо. Ладненько. Время первой охоты. Окей, он в соль не наступил. Интересно. Но не факт, что это мираж всё равно пока что. Так. Дай мне знак. Покажи себя. Если это бандж, то мне повезёт. Опять-таки. Это не фантом. Это не они. Это не джинн. Это не якай. Это не ханту, не ревенант, не близнецы. Не тая, не диаген, не морой. Приветики, дядя. Так, подожди. Получается, это не полтергейст. Наступил в соль, походил. Это не мираж. Потрогал дверь. Окей. Может быть, сейчас мы сможем... Это не радио так же. Получается, на мюлинга надо проверить. На абаке, на мимика. Он начал из, получается, мастер-бэдрум. Сейчас мы посмотрим, откуда он сейчас начнёт. Хотя сейчас он... Ну, он сделал сейчас густомент, но он успел вернуться. Мы по шагам по соли слышали, что он успел вернуться в свою комнату. То есть, если он сейчас не из своей комнаты начнёт охоту, то будет как бы весело. Поющий гост. Ну-ка, погоди-ка. Слишком близко подошёл. Хотел на банше посмотреть, типа, будет ли он кричать, честно, в микрофон. Дай мне знак. Покажи себя. Дай мне знак. Пошептал. Ну, это просто шёпот. Охоту не начинает. Очень странно. Мара, да, Мара может включить воду в душе. Ходит, бродит туда-сюда. Знаете, на кого это похоже? На мимика, на самом деле. Типа, ну или же на тень. Но он как-то ходит, бродит, я не знаю. Выключил свет. Это не они. Точнее, не выключил свет, а гост именно сделал. Окей, гост, который не делает они. Опа. Из той же комнаты. Это не мюллинг. Окей. Ну-ка. Ну-ка. На баках хочу проверить. Не, ну он не меняет облик. Типа, не похоже на абака. Хорошо, он моргал сейчас не как фантом и не как они. То есть, чтобы проверить на мимика. Типа, он бы сейчас мог себя по-другому вести. Но это не абака. Блядь, мне кажется, что это банши. Это не мюллинг точно. То есть, это кто-то из вот этих. Мне кажется, что это банши. Потому что, он, во-первых, делал один гост-эвент поющий. Во-вторых, он... Ну, с другой стороны, все остальные были не поющими. Но он пришел, по сути, мне сделал гост и только потом ушел. Блядь. Или Юрей. Мне вот почему-то кажется, что это банши, либо Юрей. Реально. Либо мимик. Но я все-таки думаю, что... Нет, Гарео ускоряется, да. Я все-таки думаю, что это ХЗ. Мне хочется поставить почему-то на Юрея. Потому что... Потому что почему? Он как-то потрогал дверь в самой первой охоте, когда подходил к гаражу. Он потрогал дверь. Мне очень сильно понравился звук, как он потрогал дверь. Короче, не знаю. В любом случае, скорее всего, это... Вот я ставлю опитки. Либо это банши, Юрей и мимик. Не знаю. Может быть, с другой стороны и тени Гарео. Но вот всех остальных, по крайней мере, я вычеркнул. И ставлю сейчас все-таки на Юрея. А это был Гарео. Потому что он не поменял комнату свою. Хорошо. Окей, это можно было бы предвидеть. Ну, то есть, как мы видим, блядь, за две охоты можно определить призрака. То есть, сейчас банально, если бы я рассчитал, ну, на то, что вот он как раз-таки не сменил комнату. И поставил бы... Так, стоп, я не то взял, блядь. Мне это не надо. Окей, я возьму опять, наверное, по стандарту вот это, вот это, вот это, вот это. Я пошел. Как обычно, здесь... Опа, косточка. Сделаю вот тут вот соль. Он сразу по ней потопал, окей. Все. Мне, в принципе, больше соль не надо. Я иду начинать охоту. И опять-таки, у меня две охоты. Блядь, он в гараже, что? Надеюсь, сейчас он начнет охоту не во мне. Будет не очень смешно. Далеко он утопал от гаража, однако. Обычная скорость снова. Ладно. Понимаю. Хорошо. Понятно. Ладно. Сюда. Бывает. Окей. У меня есть еще вторая охота, как бы. То есть... Ну, типа... Ну, типа, да. Ладно, я пойду все-таки с одной охоты. Пускай вот поющий густый вент еще сразу. Спасибо, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Приятно было познакомиться. Приятно было пообщаться. Хорошо. Я пошел. Хорошо. Полторы минуты... Ой, 1 минута 50 секунд. Это было легко. Это было легко. Значит, опять по старинке я беру, чтобы вычеркнуть всех других призраков вот эти штуки. Да. Если кто не в курсе, то, в общем-то, сейчас то, что он во время охоты первый звук, который в направленный микрофон, он издал, вот это кричание, это крик банш. Так, ну-ка, сюда, сюда, потрогал дверь, нормально. Ух, пошел процесс. Блядь. Че ты тут шароебишься? Уходи. О. Это не мюлинг? Это не джин. Это не мираж потопал по соли. Ну-ка. Это не якай. Ебать! Полтор? Он даже дверь, блядь, успел потрогать. Чего? Окей. Так, ну хорошо, это не мираж, не фантом, не джин. Ну, мне показалось, что он практически постоянно, видимо, как они. Поэтому это меня смутило. Окей, обычной скорости. Ни якай, ни ревенант, ни ханту. Так же, ни абако, ни облик не менял. Окей. Я ставлю, что это полтор, либо это полтор. Ну, сейчас еще раз проверим. Либо это полтор, либо это, ну, либо мимик. Мне кажется, что реально все-таки кто-то это из них. Вообще там он пошвырялся. Так, я могу, наверное, пока что сложить все вещи на стол обратно. Реально, смотри, просто все раскидано. Я думаю, что полтор. Снова обычная скорость. Ну-ка. Да, блядь. Блядь, очень странно. Ну-ка. Давай еще раз. Да, 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 блядь. Наверное, наверное. Ай, ай-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Ну-ка. Я думаю, что это все-таки больше полтор. Блядь, ну не они же, да? Блядь, его... Он постоянно видимый, подожди. Он постоянно видимый, меня это очень сильно смущает. Меня очень сильно смущает то, что он видимый постоянно. Типа, как они. А с они у меня как раз-таки отношения такие. Напряженные, окей. Но все-таки он швырялся, как полтор. Не, я думаю, это не мимик. Потому что на первом мне охоте показалось, что это как полтор он швырялся. Полтор или они. Ставлю полтора. Полтора. или он сука короче не знаю полтора леони все если один из двух вы пойдет то я выиграл мне по это было они сука даешь знал нахуй пиздец но я выиграл я победил я победил договорились договорились я беру в эту хуйню но он швырялся прямо очень-очень активным типа он каждый год каждый предмет просто у полтора же дурацкая вот эта система что он короче типа пошеваряется каждый раз со стопроцентной вероятностью а другие призраки типа не со стопроцентной вероятностью То есть, блядь, любой призрак, по сути, может швыряться как полторы, если повезет. Вот мне, блядь, повезло. То есть, ничего не останавливает. То есть, просто повезет у призрака, у рандомного, любого абсолютно, не полтергейста. Швыряние, ну, со 100% вероятностью каждого вот объекта. И все. И ты подумаешь, что это полторы. А это кто-то медленный. Это хант... Нет, это не хант. Это... Это близнецы. Это близнецы. Он пиздец медленным был. Я думаю, что да, я думаю, что это близнецы. Не, он не ускорялся. Окей, я думаю, что это близнецы. Давай, начинай охоту сразу новую. Но он не наступил в соль. Я думаю, что это не этот. Я думаю, что это не... Все равно не мираж. Блядь, ну охуеть. Ладно. Ну-ка, вот. Слышишь? Быстрее стал. Слышишь? Быстрее стал. При этом не меняет свою скорость. Это близнецы. Да. Стоп, роз. Я сваливаю, нахуй. Откройте двери. Откройте, блядь. Пошел процесс. Все. Я оставлю, что это близнецы. В первой охоте он был медленным. Мне сразу бросилось на слух, что он медленнее обычной скорости призрака. И во второй он был быстрее. Да. Это близнецы. Давайте еще одну. То же самое беру. За две охоты определить призрака челлендж. Блядь. Мне так везет на эту кость. Она постоянно в этом месте. Да, сейчас запись. Все, пошел процесс. Ага, он в гараже. Ну хорошо. Обычная скорость. Не мюлинг, не радио. Ну-ка, якай. Ага, это фантом. Смотри, его практически не видно. Смотри, какие мерцания. Это фантом. Окей. То есть... Ну все, блин. Типа, это может быть мимик. И опять-таки, то есть у меня две охоты по правилам. Я могу сейчас вторую охоту сделать. Если он будет мерцать не так же, а как обычный призрак, то сейчас его практически не видно было. То это мимик. Но, мне кажется, все-таки это фантом. Хотя, кто его знает. Вдруг сейчас как раз вот в этот момент и будет мимик. За две охоты очень много кого можно. Ну, по крайней мере, вот мимика можно. Гаррио можно. Типа... Даже если тебе сложно даются близнецы на слух, то близнецов можно. Вот, это фантом. 1 минута 29 секунд. Пожалуйста. Короче, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Заходите на стримы, подписывайтесь на телеграм, на вот это все. Всем пока.